Новая неделя, а значит новый снэпшот, который приносит в обновлении что-то новенькое. В этот раз разработчики выпустили снэпшот под номером 24w12a, который по большей степени отсылает нас до обновления 1.21. Он выдался не шибко большим, но в нем есть очень полезные нововведения, про которые я не могу не рассказать Вам. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик, а мы ПОГНАЛИ! Первым делом поговорим про нахождение дворцов испытаний. Согласитесь, это довольно сложно, учитывая что передвигаться в пещерах намного сложнее, чем на поверхности. Шансы случайно наткнуться на погребенный под грудами камней дворец испытаний, та еще задачка. Разработчики тоже так подумали, и добавили новый предмет — карту дворца испытаний. Найти ее не так сложно как дворец, достаточно будет просто зайти в деревню и подойти к любому крестьянину с профессией картограф, или создать такового. Но не все так просто, игроку придется расторговать его до уровня ремесленник, чтобы получить карту. Как только Вы это сделаете, карта будет указывать на самый ближний к этой деревне дворец испытаний. После того, как игрок придет в обозначенное на карте место, придется немного прокопаться внутрь, чтобы попасть в эту структуру. Как по мне, идеальное решение. А вот следующее, не самое лучшее нововведение от разработчиков, а именно количество генерируемых дворцов испытаний. Я понимаю, теперь их найти стало намного проще, ведь у нас будет карта. Но их и так было довольно сложно найти. Сейчас, как заявляют сами разработчики, они будут встречаться немного реже, чем это было раньше. То есть, если в одном районе Вы нашли дворец испытаний, то можете даже не пытаться найти возле него еще один. У Вас это не получится. За исключением тех случаев, когда генератор карт залагает, и у Вас генерируется двойной дворец испытаний. Конечно, это не финальный вариант, и все еще может десять раз измениться, так что ждем дальнейших новостей. Теперь поговорим про тяжелое ядро. Его немного улучшили, теперь это полностью обтекаемый блок. То есть, игрок может его разместить под водой, и не будет видно никаких воздушных ям возле него. Удобно, практично, спасибо. До сих пор не думаю, что игроки будут часто использовать его в декоративных целях, учитывая, что на данный момент шанс заполучить тяжелое ядро из хранилища равен 2,2%. Я честно не знаю троллинг ли этот разработчиков или просто ошибка, но они написали, что тяжелое ядро может выжить в потоках лавы. Я решил испытать это, и бросил ядро сначала в источник лавы. Результат был отрицательным. Тяжелое ядро просто испарилось. Возможно, я не так понял, и разработчики прямо написали про потоки лавы, то есть конкретно если попадет в лаву, которая растеклась по блоку. Результат такой же, она просто исчезает в оранжевом потоке лавы. Окей, я решил, что они имели ввиду лаву в Незере. Но и тут ничего не получилось, ядро также сгорает за считанные миллисекунды. На всякий случай, я решил попробовать бросить булаву в лаву, но то же самое. Так что либо это баг, либо разработчики ничего не сделали. В прошлый раз я про это не рассказывал, так как я почему-то не обращал внимания, но оказывается разрушение тяжелого ядра это то еще мучение. В прошлом снапшоте при помощи алмазной кирки, его нужно было добывать примерно 45 секунд. Только вдумайтесь в эту цифру, обсидиан добывается примерно за 10 секунд, а тут малюсенький блок 45. Но разработчики поняли, что совершили ошибку, поэтому мигом все исправили в этом снапшоте. Теперь для этого блока предназначена кирка, при помощи нее его будет легче всего добыть. А время добычи алмазной киркой теперь всего 15 секунд. То же самое касается взрывоустойчивости. Ее немного доработали. В прошлом снапшоте она была равна 30 единицам. Например, у древних обломков этот показатель 1200 единиц. То есть он спокойно может пережить очень много взрывов динамита. Странно было, что у такого прочного блока, который может спокойно убить Вардена с одного удара, была такая маленькая взрывоустойчивость. Конечно же, наши любимые достижения. Раз их добавляют, значит потихоньку разработчики начинают подходить к концу разработки. Всего их нам в этом снапшоте добавили 7 штук. Не так чтобы много. Я конечно не хочу звучать как Дадли в первой части Гарри Поттера, когда он узнал сколько подарков ему подарили. Но вот в прошлом обновлении Тропы и Сказки, их было 8 штук. На одно достижение больше. Конечно, пока у нас не финал разработки, и новые все еще могут появиться. Окей, первые достижения это Майнкрафт Трайлс Эдишн. Дословно переводится как Майнкрафт издание с испытаниями. Сразу предупрежу, что переводы, о которых я сегодня буду говорить, не финальны. Прямой и сухой перевод. Это одно из самых простых достижений, для его выполнения игроку понадобится войти в любую структуру Дворца Испытаний. Неважно найдет он ее случайно или при помощи карты Исследователя. Следующее достижение это Андерлок энд Кей, переводится под замком и ключом. Для того чтобы его выполнить понадобится найти Дворец Испытаний, победить любых мобов, что будут призваны спавнером испытаний. Дождаться когда из него выпадет ключ испытаний, а затем при помощи этого ключа, нужно открыть Хранилище. Слишком много испытаний, Вам не кажется? Следующее достижение это Блоубэк, в переводе Ответный Удар. Но скорее здесь игра слов связанная с тем, что кого-то сдуло ветром. Сейчас поймете почему. Для выполнения понадобится найти Бризза, и уничтожить его при помощи отраженного заряда ветра. Лучшим способом будет немного нанести ему урон мечом, а затем отбить его снаряд ветра в него самого. К слову, очень странно, но на официальном сайте достижение имеет чуток другое название, а именно Челлендж 40 Эксп Блоубэк. Возможно это первоначальное название, от которого решили отказаться и оставить лишь слово Блоубэк. Четвертое достижение это Ху Нидс Рокетс. Тут все просто, без игры слов. Кому нужны ракеты? Хотя все же в названии есть отсылка. Имеется ввиду ракеты фейерверка, при помощи которых игрок может лететь на элитрах. Название такое, из-за того, что для выполнения этого достижения, игроку понадобится подкинуть себя вверх при помощи зарядов ветра как минимум на 8 блоков. Это не шибко сложно, мой совет, перед прыжком зажимайте клавишу shift, так Вы подлетите выше. Как будут обстоять дела на телефонах, если честно я не могу ничего сказать, для меня точно будет сложно. Следующее достижение, пятое. Имеет название Crafters Crafting Crafters. Дословно оно переводится как, Крафтеры создают сборщик. Очень забавное достижение как по мне. Для выполнения понадобится создать сборщик при помощи сборщика. Достижение может выполнить много игроков одновременно, Вам лишь нужно быть где-то недалеко от сборщика, в то время, когда он будет создавать сборщик. Предпоследнее шестое достижение называется Lighten Up. Оно имеет, скажем так, два значения. Первое расслабляться, но в контексте игры и действий оно переводится как освещение. Для выполнения игроку понадобится соскрести при помощи любого топора медное окисление с медной лампочки. У Вас будет два варианта, отправиться в Незер, найти крепость, убить Блейза, добыть из него палочки и тогда создать медную лампочку, дождаться окислений и только тогда соскрести из него это окисление. Либо же просто отправиться во дворец испытаний и там найти этот блок. Выбирать Вам. Пока что последнее в этом обновлении достижение Over-Overkill. Думаю, что перевод здесь не нужен. В имени этого достижения есть отсылка до старой игры Unreal Tournament, если сделать серию убийств, то мы услышим заветные. В нашем же случае, для выполнения этого достижения, понадобится нанести урон в 100 единиц, это 50 сердечек. Сразу хочу уточнить, игроку не нужно искать моб, у которого столько жизней, как минимум это Железный Голем, у него ровно столько. Сойдет любой моб из Майнкрафта, главное подлететь на достаточную высоту, чтобы при приземлении нанести такое количество урона. Помните в прошлом обзоре я говорил о том, что скорее всего то, что мы не можем наложить на булаву чары прочности и починки при помощи наковальни, это баг. Так вот, у меня плохие новости. Это оказалось не багом. Всё так и должно быть. В этом снапшоте разработчики всё ещё не добавили возможно чаровать булаву. Так что скорее всего ультра сила этого оружия будет нивелироваться слишком маленькой прочностью. Всего 250 единиц, как у Железного Меча. Поэтому если будете использовать её, используйте только с умом. Всё ещё верю, что разработчики добавят для булавы какие-то уникальные чары. С этого вытекает ещё одна небольшая проблема. Дело в том, что на официальном канале Майнкрафта вышло видео, в котором они представили булаву. В целом там ничего нового не было. Я перевёл для вас это видео и загрузил на второй канал, можете посмотреть. Но самое главное из этого видео следующая информация. Пока что вы можете использовать ключ испытаний, чтобы получить его из хранилища. Но не надейте, что это всегда будет так просто. Скажем так, это будет довольно интересное и необычное испытание. Необычное, говоришь? Очень даже! Приятно слышать! То есть, можем предположить, что скорее всего тот вариант, который у нас есть, добыча тяжёлого ядра из хранилища, это лишь заглушка, пока разработчики не добавят нам особые испытания, пройдя которые, в награду мы будем получать тяжёлое ядро. Так думайте, что это может быть? Свои варианты пишите в комментариях. Вы знаете, я не шибко разбираюсь в командах, но в этот раз мне удалось понять, что разработчики добавили крутые фишки. Например, теперь мы можем создать свои стаки для предметов. К слову, я могу выдать себе 99 алмазов, или 99 эндер-жемчугов. Максимально возможный стак это 99, минимальный один. Затем у нас появилась возможность создавать из любого блока или предмета еду. Вот так всё просто, я выдаю себе при помощи команды блок обсидиана, и затем бац, могу его кушать и восстанавливать голод. Ещё одна крутая фишка связана с тем, что предметам можно дать функцию кирки или любого другого инструмента. Например, я выдал себе стрелу, которая сверхбыстро добывает блоки. Как вам такое? Если разбираетесь, то в официальной статье можете узнать обо всём поподробнее. Рубрика забавные баги продолжается, и в этот раз их несколько штук. Первая ошибка связана с двумя зачарованными книгами, а именно шёлковое касание и удача. Я этого не заметил, думаю многие из вас тоже, но в творческом режиме они попросту пропали, даже при помощи поиска их нельзя было найти. Ошибку исправили, и теперь они вернулись в творческое меню. Если бы вдруг чаровали топоры и части брони, то могли заметить очень положительные для нескольких людей изменения. Дело в том, что в версии 1.20 и в более ранних версиях нельзя было получить чары на шипы при помощи столозачарований на шлеме, поножах и ботинках, только на нагруднике. В снапшотах к 1.21 такая возможность появилась. То же самое касается и топора. Они могли получить остроту, небесную кару и бич членистоногих. Это был баг, так быть не должно. Разработчики все вернули на свои места. Не переживайте, накладывать эти чары при помощи книги наковальни все так же можно. Последний забавный баг связан с зарядами ветра. Как оказалось, они могут проходить сквозь неполные блоки. Это может быть грязь, песок душ, стеклянные панели, заборы, люки, наковальни и так далее по списку. Так быть тоже не должно, и теперь заряды ветра будут также разбиваться об неполные блоки. Вот такие будут со снапшот 24w12a. Как Вам, понравились Вам изменения связанные с дворцом испытаний? Пишите в комментариях. Ждём дальнейшие снапшоты, уже не терпится узнать каким же будет новое испытание. Пока ждите новые видео, можете посмотреть вот эти, они тоже очень интересные. Подписывайтесь на этот канал, на телеграмм, ставьте лайки и жмите на колокольчик. Ещё услышимся, ведь мы открываем Майнкрафт по-новому! Аксурины. Это не так, что было. 9-5.